Министерство здравоохранения Российской Федерации предупреждает, люди старше 60 лет наиболее подвержены осложнению при новой коронавирусной инфекции. Статистика показывает, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди детей крайне мало. По данным Китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на долю детей и подростка до 19 лет приходится около 2% от числа заболевших. Отсюда следует вопрос, правда ли, что дети почти не болеют коронавирусом? Доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Павел Зеленихин отметил, что дети болеют коронавирусом точно так же, как и все остальные. Однако переносят они это заболевание значительно легче, чем взрослые и пожилые. Иммунная система детей очень хорошо подготовлена к борьбе с вирусами. Но при этом дети и подростки являются точно такими же переносчиками заболевания, как и взрослые. Меры предосторожности одинаковы для всех. Не забывайте соблюдать их, чтобы защитить себя из своих близких. Да, это социальное дистантирование, не посещение мест скоплений людей, ограничение поездок на общественном транспорте, ношение масок всеобщее подчеркнуло. То есть, если один человек остановит маску, это не спасет ни 100, ни одного. Вы должны все 100 носить. Поменьше каких-то контактов социальных, типа рукопожатий, поцелуевых, при встрече и так далее. Все это снижает вероятность. Напомним, в Казанском федеральном университете продолжается разработка вакцины против новой коронавирусной инфекции. Диана Желенкова, Универньюс.